всем здравствуйте я работаю в лаборатории нейролингвистики научно-исследовательского университета высшая школа экономики и там занимаемся различными проектами связанными с исследованиями взаимоотношений мозга психики языка клиническими исследованиями я думаю что своего сочетания клиническая лингвистика вообще может взорвать ваш мозг поскольку странно себя представить что-то на стыке медицины и лингвистики но тем не менее мы этим уже занимаемся и про это я сегодня рассказывать не буду поскольку моя лекция посвящена конкретно психолингвистике но вообще в принципе если вам это интересно вы можете у меня на странице вконтакте найти более полную скажем так версию этой лекции там правда нет немного того что я сегодня буду рассказывать но там зато есть много про нейролингвистику вот и вы можете посмотреть принять участие в наших исследованиях вот я дальше может быть перезапустить я занимаюсь в основном исследованием с помощью регистрации движений глаз айтрекинговыми исследованиями про которые я буду позже говорить и также экспериментами с шапочкой которая на фотографии находится на мне основные мои интересы научно сосредоточены в области нормы языка то есть клиникой все-таки не очень занимаюсь но надеюсь что что-то интересное для вас смогу сегодня рассказать психолингвистика с одной стороны это некоторая область знаний мы можем что-то сказать про то как работает наша психика память внимание как не связаны с игровыми процессами но с другой стороны психолингвистика вообще формировалась начала формироваться в первую очередь как метод метод подхода парадигма исследования какой-то взгляд на языковые процессы который был недоступен предыдущим областям лингвистики и предыдущим подходом и я начну как раз с того что расскажу про разные методы которыми сейчас исследует язык психолингвистика и как она вообще собственно появилась раньше очень долгое время лингвистика была по сути умозрительной наукой поскольку лингвисты рассуждали языковых процессах опираясь в первую очередь на самом наблюдении что я могу сказать что я не могу сказать как языке бывает как не бывает и все это получило название анчей лингвистик или диванная лингвистика поскольку не очень опиралась на языковые факты многие лингвисты отмечали этот недостаток в частности отечественный лингвист григорий осипович винокур считал что изучать нужно не только строение языка то есть некоторую его структуру или пользуясь биологической метафорой анатомию но еще и то как язык реально существует в обществе как его используют люди то есть как языковые процессы речевые процессы происходят в реальном времени и это он назвал физиологии языка для того чтобы изучать такие процессы мы неизбежно приходим к концепту носителя языка и носители языка как языкового коллектива но при этом точно определить кто такие носители языка кто ими является а кто ими не является достаточно трудно потому что есть очень много переходных случаев например ребенок который осваивает язык ну допустим в один год или в два года сложно сказать что это уже полноценный носитель языка а если ребенку семь лет какие-то языковые модули у него уже установлены что-то этот ребенок уже знает но тем не менее все равно его речь сильно отличается от взрослых носителя языка люди с разными патологиями люди которые изучают язык как иностранный все это тоже в какой-то мере носитель языка но в какой точно сказать достаточно трудно поэтому многие психолингвистические исследования ориентированы в первую очередь на такого сферического носителя языка в вакууме и туда подбирают людей которые правшие без истории неврологических заболеваний для которых русский язык например если мы говорим про наш эксперимент родной и других языковых роднов тоже больше нет в общем носить с носителями языка проблема решается тем что мы выбираем только самых таких как бы российски не выразиться наиболее полноценных носителей языка скажем так дальше и проводим с ними эксперименты собственно вообще психолингвистика началась как экспериментальная наука и этим же она занимается и по сей день эксперименты могут существовать с разными целями и для экспериментальной психолингвистики обычно выделяют и обычно рассматривают в концепции поперовского подхода к науке он считал что научным может являться то то заявление которое является потенциально фальсифицируем то есть можно потенциально проверить в лингвистике с этим достаточно трудно поскольку в рамках изучения языка мы постулируем очень много различных гипотез концептов теорий которые на практике оказываются труднопроверяемыми и здесь есть даже отдельные лингвистические направления я не буду говорить какие которые занимаются очень очень сложно проверяемыми вещами и если вы посмотрите на слайд то вы увидите несколько лингвистических по сути утверждений которые в концепции попера будет иметь разный научный вес если допустим первые два из них являются научными поскольку мы можем найти какой-то способ их опровергнуть обратите внимание что научное не равно верное первое утверждение несмотря на то что оно очевидно является неверным при этом остается научной гипотезой потенциально потому что мы можем что-то сделать для того чтобы доказать это утверждение или его опровергнуть при этом третье утверждение она вообще не может считаться лингвистическим или считаться в строгом смысле научным поскольку ничего для его проверки мы сделать не можем нам непонятно что такое русская душа непонятно что такое отражение русской души тем более поэтому психолингвистика может быть я сейчас вас разочарую такими вещами не занимается хотя у меня спрашивали после одного из экспериментов меня спрашивали и занимаемся ли мы изучением влияния прошлых жизней на лингвистическую компетенцию испытуемых вот и я не нашелся что ответить потому что я в этом не эксперт посоветовал обратиться к экстрасенсам идем дальше психолингвистика пользуется огромными огромным багажом различных методик из которых собственно и складывается экспериментальная методология в отношении к языку и я сейчас продемонстрирую несколько ну довольно простых базовых из них в частности есть такая есть такая методика lexical decision или по-русски лексическое решение в рамках которого испытуемым предъявляется на экране некоторая последовательность символов или она предъявляется на слух как некоторые последовательность звуков задачи испытуемых очень простая нажать на левую кнопку например если это действительно настоящее слово на того языка на котором проводится эксперимент либо ну например на правую кнопку на красную кнопку если это просто какая-то последовательность символов или звуков и в данном случае кажется что это задача довольно тупая. И что с помощью нее проверить, что с помощью нее нового, интересного узнать, ну, тоже, может быть, кому-то покажется сложным сказать. Тем не менее, это очень полезная методика, когда мы пытаемся изучать то, что лингвисты и психолингвисты называют ментальным лексиконом, тем конструктом, который существует в нашей психике, в нашей памяти и содержит в себе все многообразие лексических единиц, которые мы в течение своей жизни усвоили. Соответственно, когда человеку предъявляется на экране некоторая последовательность символов и его или ее задача эту последовательность распознать, включается в работу такая операция, как доступ к ментальному лексикону. То есть человек будто бы вытягивает из коробки некоторые слова и соизмеряет их с тем, что написано на экране или с тем, что предъявляется на слух. Насколько эти слова действительно похожи на предъявляемый стимул. И здесь очень большую роль играют разные лингвистические факторы, скорее даже лучше сказать языковые факторы. В частности, вы видите, что здесь есть слово... А, у меня убрали поинтер. Можно мне указку, пожалуйста? Вы видите, что здесь есть слово кошка, которое, очевидно, является словом русского языка. И есть слово росна, которое словом русского языка не является, но тем не менее мы можем себе представить такое слово, поскольку оно составлено по фонотоксическим правилам русского языка. То есть теоретически такое слово фонетически возможно в русском языке. Ну, я свое воспользуюсь. Ну ладно, окей. Тогда смысл. Бывает, что смысла нет. Соответственно, мы можем получить данные о скорости распознавания. И обычно в таких условиях испытуемых подгоняют. Им говорят быстрее, быстрее. Нажимайте на клавишу, как только вы поймете, слово это или нет. И, соответственно, от скорости распознавания мы можем получить некоторые данные. То есть если человек будет быстро распознавать какое-то слово, значит, ну, очень просто распознать, что это не слово или что это слово. А если будут какие-то задержки, например, вот в такой последовательности мы скорее предположим, что будет некоторая задержка, и она действительно по экспериментальным данным есть, то тогда значит, что это слово как-то вот находится где-то между настоящими словами и полностью абсолютно невозможными псевдословами. Соответственно, мы можем изучать, как различные лингвистические факторы, которыми мы манипулируем, можем, допустим, брать более частотные слова, менее частотные слова. То есть те слова, которые чаще встречаются в языке или очень редко. Синхрофазотрон и какой-нибудь там «я». Вот. Очень интересно. Вот как вы думаете, какие слова являются самыми частотными в английском языке? Мы еще про это поговорим. Артикли, да. Артикли. Определенный, неопределенный артикли – это первое и второе место по частотности в английском языке. В русском языке был похожий, ну, не похожий проект, тоже такой интересный проект «Один речевой день», во время которого людей попросили, они на это добровольно согласились, повесить диктофон на шею, и в течение дня диктофон в случайный момент времени начинал запись. И как вы думаете, какое самое частотное слово оказалось в русском языке? Оказалось слово, которое пришлось звездочками закрасить в публикуемой статье. Вот. Ну, в этом отличие, может быть, какой-то русской ментальности, если уж мы все-таки захотим вернуться к таким понятиям, от английской. И здесь, давайте дальше, можно придумать параллельное задание, тоже довольно простое, называние картинок. Конечно же, когда картинки – это просто какие-то слова или действия, то называть их, ну, довольно просто, здоровым носителем языка. В первую очередь, этот тип экспериментального метода используется в исследованиях с детьми, либо с какими-то клиническими субпопуляциями, когда у нас пациенты с повреждениями мозга, с различными психическими расстройствами. У них эти процессы нарушаются или каким-то образом изменяются. То есть мы ожидаем, что они будут называть картинки несколько иначе, чем обычные носители языка, здоровые носители взрослого языка. Такие обычно с практически стопроцентной точностью называют все картинки, представленные в исследовании. И здесь, соответственно, мы тоже можем измерять время реакции, насколько быстро человек называет ту или иную картинку. Мы можем определять тип ошибок. То есть, допустим, у одного пациента, например, все прекрасно с картинками, обозначающими объекты, а с картинками, на которых проиллюстрированы действия, большой завал. У другого пациента наоборот. И мы можем посмотреть на то, как различаются данные между разными испытуемыми, и на то, какие факторы на это влияют. Возможно, у одного повреждение в зоне мозга А, а у другого повреждение в зоне мозга Б. И это очень сильно скоррелировано с тем, в каких заданиях этот человек допускает ошибку. Дальше. Есть такая методика, которая очень распространена. Она уже на более высокий уровень. Если предыдущие исследования были, в первую очередь, на лексический доступ, на распознавание, на отдельные какие-то единицы, то здесь мы уже имеем дело с конструкциями и предложениями. Self-Paste Training переводится как чтение саморегуляции скорости, поскольку во время этого процесса вы можете читать слева направо, нажимая на пробел в удобном для вас темпе. То есть вы читаете пословно, по одному слову за раз. И сейчас мы это попытаемся, но я так чувствую, что это будет очень трудно, поскольку нужно будет нажимать на пробелы. Нажмите на пробелы. Окей, стоп. Пока стоп. Вот вы видите, что как только вам предъявляются некоторые предложения, оно замаскировано в моноширинном шрифте. То есть здесь все символы одинаковы по ширине. Решёточками, звёздочками, чем угодно. Каждая буква замаскирована. Потом, нажимая пробел, вы открываете первое слово. Затем, нажимая пробел, открываете второе. Стоп, пока. И при этом первое уходит. И, соответственно, таким образом пословно читаете в удобном для вас темпе. Пожалуйста, вот презентаторы, прочитайте это предложение до конца. Стоп. Кто заметил ошибку? Поднимите руку. Ага. Но не все. Вернитесь назад на слово журналчик. Вы видите, что здесь нет мягкого знака. Эту ошибку я допустил специально. Собственно, очень часто в экспериментах с чтением саморегуляции скорости используют какие-то намеренно допущенные ошибки или нестандартные конструкции, или агроматичные конструкции, которые невозможны в том или ином языке, для того, чтобы проверить, а заметят ли вообще люди, что тут что-то не так. Так, бывает, если мы говорим про такие типы ошибок, то тут, конечно, не только орфографические ошибки бывают. Можно допустить какую-то ошибку в согласовании. Там, не знаю, три мотоциклы или что-нибудь в таком роде. Моя твоя не понимай. И посмотреть, какие факторы влияют на то, распознают люди ошибку или нет. А как мы это узнаем? Как мы узнаем, что люди распознали ошибку или нет? Во-первых, можно задать вопрос после того, как предложение было прочитано, вот как я сейчас сделал. А во-вторых, можно посмотреть на скорость нажатия на пробел. Психолингвисты очень любят все мерить. Чиселки – это вообще здорово. Поэтому каждое ваше нажатие на пробел, оно в программе четко записывается. Через сколько миллисекунд после предыдущего нажатия вы снова нажали на эту клавишу. И таким образом мы можем посмотреть на некоторую, в некотором роде опосредованную, но все же скорость реакции на отдельные слова в предложении. Давайте дальше. Следующий слайд. Стоп. Вот теперь посмотрите, пожалуйста, на эти два предложения. Это эксперимент на материале английского языка. Я не буду переводить эти слова, эти предложения, потому что перевод даст вам ключ к разгадке, ключ к ответу на мой вопрос. Но, в общем, вопрос такой. Как вы думаете, какое предложение, А или Б, вызвало большие затруднения у носителей английского языка, когда они с помощью вот этой методики читали такие предложения? Затруднением является замедление процесса чтения, то есть когда человек дольше держит между одним нажатием и другим. Кто голосует за А? Так, большая, кажется, часть. А кто за Б? Совсем немного. Хорошо. Давайте следующий слайд. И на самом деле правы те, кто проголосовал за Б. Почему? Потому что это предложение, если мы рассмотрим первое предложение, мы можем перевести его примерно так. Джеймс знал, что дети любят Хану, потому что она наслаждается играми с другими детьми. Все просто, конструкции очень простые и понятные. Джеймс знал, дети любят, она наслаждается. Везде простые предложения, двусоставные, подлежащие и сказуемые, вообще никаких затруднений нет. Второе предложение, тем не менее, гораздо более трудное, потому что в нем встречается гораздо менее частотная конструкция в английском языке. Здесь уже перевод совсем другой. Джеймс знал, что дети, такие как Хана, наслаждаются играми с другими детьми. Вы видите, что здесь вот этот вот сегмент like используется не в функции глагола сказуемого, а в функции сравнительного союза. И эта его функция гораздо менее частотна в английском языке, если я не ошибаюсь, там цифры около 70% на 20%. Поэтому люди при чтении таких предложений скорее будут ожидать, что слово like обозначает глагол, является глаголом и выполняет роль сказуемого. Поэтому как только они дочли до слова enjoyed, которое уже не встраивается в предыдущую интерпретацию, их мозг делает стоп и требует того, чтобы вернуться назад и сделать reanalysis, то есть переобработку грамматического предложения, потому что настоящее прочтение предложения расходится с их предсказаниями. Вот, соответственно, мы можем посмотреть. И такие предложения очень часто используются в психолингвистических экспериментах. Они называются метафорическими предложениями с эффектом садовой дорожки, garden path sentences, потому что вы сначала как бы идете по одной садовой дорожке, а там внезапно куст, и вам придется возвращаться обратно и идти по какой-то другой. Метафора примерно такая. Хорошо, давайте дальше. Ну и теперь самое, наверное, технологичное, что есть в психолингвистике из вообще всего, что, мне кажется, можно себе представить в качестве методов, это исследование с регистрацией движений глаз. Мы их проводим в нашей лаборатории нейролингвистики. И, собственно, этот прибор называется айтрекер, то есть дословно как бы регистратор движений глаз. Это сейчас только они устроены подобным образом. Раньше айтрекеры были другие. В какой-то период это были не видеоокулографы. То есть здесь вы видите в левой части, может, из-за контрастности не очень хорошо видно, но здесь находится объектив камеры, а здесь излучатель. Излучатель излучает, соответственно, прошу прощения за множественную тавтологию, безвредное для вашего глаза излучение на лицо, и по соположению блика от излучения и зрачка камера определяет направление вашего взгляда. Ну, там, естественно, тригонометрические формулы и все такое. А раньше айтрекеры могли быть совершенно, как сказать, очень интересны, я бы сказал так. Вот, в частности, я читал про такой айтрекер, который представлял собой металлическое кольцо, глаз обезболивали с помощью кокаина, прикладывали кольцо к глазу, и, соответственно, по движению механическому этого кольца было понятно, как движутся глаза. Естественно, сейчас мы не можем подать грант на кокаин, поэтому мы пользуемся видеоокулографами. Идем дальше. И среди айтрекинговых экспериментов две основных категории экспериментов, которые существуют, это эксперименты в парадигме чтения и в парадигме так называемого визуального мира, то есть какие-то картинки, изображения, можно рассматривать картины, или можно даже в прямом смысле исследовать мир. Существуют портативные айтрекеры, которые можно человеку нацепить и, допустим, отправить его в магазин, смотреть на какие полки он смотрит, туда выставлять самые непродаваемые товары. Или, допустим, я недавно наткнулся на ролик, в котором исследовали с помощью такого переносного айтрекера направление взгляда и вообще вот такие, как бы, как сказать, закономерности в движении глаз у профессионального пианиста, который уже там много лет играет на фортепиано, и у начинающей пианистки, которая только учится. Допустим, когда у них, у обоих было задание прочесть с листа, то есть им ставят ноты, они сразу же играют, и, естественно, у профессионального пианиста движения глаз были совсем другие, он вообще не смотрел на клавиатуру. То есть он смотрел только на ноты, а клавиатура у него была покрыта полностью мышечной памятью его пальцев и кистей рук. А начинающая пианистка, она постоянно туда-сюда прыгала во взгляде. Вот такие эксперименты мы можем провести и такие факторы мы можем замерить, но, естественно, нас интересуют в первую очередь лингвистические факторы. Давайте дальше. При этом физические, физиологические характеристики, которые мы получаем в результате эксперимента, остаются теми же самыми. Мы можем фиксировать, тогда будет автология, мы можем наблюдать за фиксациями, то есть феноменами, при котором взгляд на некоторое время задерживается на определенном участке изображения, зрительного поля. Мы можем наблюдать за сакадами, то есть быстрыми резкими движениями глаз с одного места на другое. Во время сакад мы ничего не видим, они происходят очень-очень быстро, и я сейчас продемонстрирую, что они бывают разные. На следующем слайде я расскажу, как человек читает собственное предложение, что в этом процессе происходит. Но мы еще можем сказать, что фиксации, заметьте, различаются по длительности на порядок от сакад, отличаются. И это не случайно, потому что фиксации должны быть осознаваемы, а сакады происходят слишком быстро для того, чтобы достичь порога осознания. Дальше. Вот здесь приведен пример полученных уже данных чтения одного предложения на английском языке. Вы видите, что здесь красные кружочки обозначают фиксации, а красные линии между кружочками сакады от одной фиксации к другой. Когда человек начинает чтение предложения, то начинается с первого слова, что в принципе вполне логично, и дальше продолжает слово за словом читать предложение. Сразу же интересный момент. Вы видите, что мы только что недавно с вами обсудили, что самые частотные слова в английском языке это артикли, и вы видите, что вот этот артикль ни разу не был прочитан. То есть человек, а здесь было аж три фиксации мимо него, то перелет, то недолет, ни разу человек не остановился на этом артикле. Почему? Поскольку это очень высокопредсказуемая вещь. Ну что там еще может быть? Такое маленькое, трехбуквенное и надоедливое. Конечно же, артикль, и его даже читать не надо, и так понятно, что там находится. Поэтому человек после слова attacked, атаковал, сразу же переходит на слово windmill. И здесь начинается еще одна когнитивная сложность. Потому что атаковать мельницу тоже достаточно редкое словосочетание, которое мы вряд ли предсказываем в процессе речевой деятельности. То есть я имею в виду, что когда вы читаете предложение, рыцарь атаковал, то вы вряд ли подумаете о мельнице. Но здесь она внезапно появляется, поэтому ваша задача как-то с этим фактом смириться. И для того, чтобы это осознать, человек делает еще одну фиксацию, эти четвертая и пятая фиксации, между ними малюсенькое расстояние, потому что человек еще раз зафиксировался на этом слове, как бы удостоверяясь, что у него все в порядке с сознанием, и это действительно мельница. Затем, чтобы еще раз все перепроверить и уже окончательно убедиться в своей грамматичности и значимости интерпретации, человек возвращается назад, при этом опять пролетая слово «в», как фанера над Парижем, и приземляется на слово «attack». Соответственно, опять же, мы удостоверились, да, действительно атаковал, да, действительно мельницу, но тогда можно идти дальше. Поэтому человек возвращается, но уже на конец слова «windmill» — «мельница». Вы видите, что первый раз человек приземлился на самое начало, а потом уже на конец. Здесь как бы высота, наверное, не очень играет роль, и я скажу чуть позже почему. То есть мы видим, что по расстоянию в разных местах человек приземляется, а затем на предлог, ну и опять же пропускает высокочастотное слово «местоимение», потому что уж если он мельницу атаковал, то на чужого слона, ой, этого осла, простите, он точно сесть не мог. Ну уже и так достаточно много непредсказуемого. Что еще там может быть странного? Соответственно, человек заканчивает чтение на слове «данки» — «осел», и вот эта вот десятая фиксация на самом деле скорее является следствием так называемых эффектов конечной обработки, в «rop-up effects», когда вы прочли какую-то законченную конструкцию, ну, предложение обычно, или простое предложение в составе сложного предложения, или реплику в диалоге, вы это все как бы соединяете, интегрируете в единый смысловой кусочек. И для этого вам нужно некоторое время, и в это время вы не можете что-то другое обрабатывать. То есть ваше сознание как бы полностью закрывает гештальт и останавливает свою обработку данного участка. Вот, собственно, здесь мы это и видим в десятой фиксации. Высота не играет роли, потому что, ну, к сожалению, мы еще не достигли прям настолько высокой точности айтрекеров. То есть, конечно, было бы круто вживить что-нибудь в глаз человеку, и тогда мы идеально точно могли бы знать, куда он или она смотрит, но это, как вы понимаете, не пройдет через этический комитет. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы минимизировать ошибку, в частности расстояние, которое вызвано тем, что человек, ну, немножко поднял голову, например, или куда-то там, не знаю, наклонился, зевнул или еще что-то. Это все может повлиять на высоту и, на самом деле, на ось абсцисс, на горизонтальную плоскость тоже. Просто мы стараемся настраивать айтрекер таким образом, чтобы была максимальная точность в горизонтальной плоскости. Давайте дальше. Вот. Ну и сейчас чуть-чуть совсем я бы хотел рассказать про психолингвистику как область знаний. Если мы уже поговорили про разные методы, которыми пользуется психолингвистика, но я еще, заметьте, ни разу не сказал определение, что это такое, и это не случайно, потому что я скорее разделяю психолингвистику как область знаний, которая может пользоваться различными методами и данными разных наук, и психолингвистику как некоторый метод, который исследует языковые феномены. И сейчас мы поговорим о второй ипостасе психолингвистики. Дальше. Ну, здесь, в принципе, вполне понятно. Я думаю, что вы уже могли догадаться, чем занимается психолингвистика. Это наука о том, как речь порождается, воспринимается и усваивается в ходе индивидуального развития человека. То есть, как ребенок усваивает речь. Дальше. И это как раз три основных вопроса научных, которые исследует психолингвистика. Это порождение речи. И в качестве примеров исследуемых явлений, за двоеточием, я везде привел некоторые феномены, некоторые процессы. Это восприятие речи. Ну, и, конечно же, усвоение речи ребенком. Под это даже есть отдельная область исследования, онтолингвистика от слова антогенез, индивидуальное развитие живого организма. Соответственно, мы можем изучать все это и в комбинации, и в раздельности. Здесь наше исследовательское поле широко. И я должен сказать, что для русского языка мы вообще первая нейролингвистическая лаборатория за всю историю существования России. Поэтому мы, что бы мы ни начали, в любом случае мы можем сказать, что мы это делаем первые. Нам очень удобно и приятно. Давайте дальше. Вот. В качестве такого примера эффекта, который можно исследовать в восприятии речи, я бы хотел продемонстрировать фонетический эффект МакГурка, который заключается в том, что как на нас по-разному влияет артикуляция, которую мы слышим, и артикуляция, которую мы видим. Так. Вот здесь у нас психоделическое видео. Пару раз еще запустите, пожалуйста. Послушайте, какой звук. Дальше. Следующий слайд. Все услышали разницу между этими звуками? Поднимите руку, кто услышал. Я вас поздравляю, это одна и та же аудиозапись. Давайте следующий слайд. Здесь... Подождите, пока не запускайте. В чем здесь заключается эффект, собственно, МакГурка? В том, что, несмотря на то, что аудиопрезентация одинакова, то есть звук вы слышите по акустическим характеристикам абсолютно одинаковый, вы обращаете внимание на разную артикуляцию человека, в частности, на артикуляцию губно-губного звука и губно-зубного звука. Соответственно, вы слышите либо губно-губной «б», либо губно-зубной «в». Вот посмотрите сейчас несколько раз, я тоже попрошу запустить видео, и здесь с обеих сторон как бы два варианта произнесения, но аудиозапись остается одной. Попытайтесь сначала сконцентрироваться то на одном, то на другом и проследить за тем, как меняется ваше восприятие. Собственно, здесь в разнице между восприятием с помощью вот таких подсказок и очень много разных факторов влияют, конечно же, вот в Википедии в статье про эффект Магурка, там есть целый список, кажется, из 20, что ли, уже исследованных факторов, которые могут на это влиять. В частности, знакомство с говорящей головой влияет на ваш шанс услышать этот эффект. Если вы знаете человека, который вот это произносит, то, скорее всего, это склонит вас в сторону к тому, чтобы меньше этот эффект замечать. Если, допустим, но при этом само знакомство с феноменом, то есть если вы когда-нибудь еще в своей жизни придете на лекцию по психолингвистике или фонетике и вам покажут этот же видос, скорее всего, вы все равно услышите те же самые эффекты, которые вы услышали сейчас, первый раз увидев это видео. Поскольку знакомство с самим феноменом, как кажется, по имеющимся данным, не влияет на вероятность восприятия этого эффекта. Ну и можно посмотреть на какие-то другие интересные факторы, как, например, гендер слушающего, говорящего влияет на восприятие, частотность слога, произносимость, различные артикуляторные движения, то есть какие-то более очевидные, какие-то менее очевидные. Понятное дело, что если у вас различается только положение языка, то вы, скорее всего, разницы не увидите. Но тем не менее. Хорошо, давайте дальше. И в качестве такого, ну то есть это был пример эффекта, я в качестве завершения моего рассказа хотел бы рассказать немного про эволюцию языка. И я знаю, что здесь в зале сидит эволюционный биолог, и он меня убьет потом за вот такую вот формулу, эволюция равно наследственность. Но тем не менее, я знаю, что эволюционные биологи очень любят формулу, и поэтому я попытался, чтобы мой слайд про эволюционную биологию тоже был с формулой. Для нас сейчас, для нашего разговора, достаточно того, что мы считаем эволюционно развивающимся то, что является наследуемым. И в обратную сторону тоже. Поэтому для нас вопрос ставится следующим образом. Наследуется язык, есть ли какие-то наследуемые характеристики у языка. Давайте дальше. Конечно же, тут огромное множество мнений, и есть вполне такие, как сказать, я бы сказал, биологические прям вот до своего основания модели. В частности, известный психолингвист Стивен Пинкер считает, что в принципе язык можно уподобить паутине паука, в той же мере, в которой паук не от его индивидуальных особенностей зависит там его паутина, не от того, насколько он умный паук или глупый паук. Все равно все пауки, вне зависимости от их коэффициента интеллекта, плетут одинаковую паутину. Точно так же, по мнению Пинкера, работает и усвоение языка. То есть дети, вне зависимости от их интеллектуальных особенностей, в любом случае язык усваивают и делают это в какой-то мере даже инстинктивно. Поэтому его книга, откуда я взял этот кусочек, называется «Язык как инстинкт». Но не все с этим, конечно, согласны. Давайте дальше. Известный психолог-бихевиорист Скиннер считал, что язык тоже такое, можно сказать, биологическое явление, но немного с другой стороны к нему подходил. Он считал, что язык похож скорее не на инстинкт, а на рефлекс, который ребенок усваивает в течение своей жизни, его воспитывают ребенка родители. В частности, если он произнес правильную фразу, ему дадут конфетку, погладят по головке, значит, этот ребенок правильно выучил некоторую конструкцию и происходит так называемое оперантное научение, то есть благоприятные последствия после правильной грамматической конструкции. Там, не знаю, ребенка хвалят, поглаживают, обнимают, все, что угодно делают. Ему это нравится, и он начинает все чаще повторять какие-то правильные грамматические конструкции. Таким образом, по мнению Скиннера, устроено обучение языку. И его книга «Verbal Behavior», «Вербальное поведение», «Словесное поведение» является культовой вообще для бихевиоризма. В истории бихевиоризма есть... История бихевиоризма как направление в психологии, считавшая, что мы должны изучать только поведение как психологи, а все остальное, там, чувства, эмоции, мысли, это все что-то вот давайте оставим философам, давайте оставим экстрасенсам. У нас есть вот что-то такое очень материальное и квадратно-гнездовое. Давайте его изучать. Всю историю бихевиоризма делят на историю до вот этой книги и после вот этой книги. Настолько она значима. При этом, конечно же, не обошлось без критики. И в частности, с критикой этой книги выступил дальше известный лингвист Ноам Холмский. Его критика этой книги стала не менее известной, чем сам Трудскиннера. И он считал, что все-таки, наверное, был ближе к Пинкеру, в том, что считал язык врожденной особенностью человека, при этом только человека. Об этом, может быть, сейчас еще скажем. И считал, что существует... Просто постулировал. То есть он не говорил ни про какие конкретные мозговые зоны, ни про какие конкретные анатомические органы. Просто сказал, что существует некоторое устройство для усвоения мозга, языка, language acquisition device, которое позволяет детям усвоить универсальную грамматику. Этот он тоже постулировал. Универсальная грамматика, некоторая совокупность правил, которые являются общими для всех языков. И на их основе уже, на основе этой универсальной грамматики, ребенок строит частную грамматику, какого-то конкретного языка. Аргументировал он это в первую очередь тем, что теория Скиннера разбивается в дребезги, если мы учтем, что ребенок не подвергается воздействию всех возможных языковых конструкций. То есть мы не то чтобы садимся с ребенком и последовательно через конфетки его обучаем всем падежам. Ребенок усваивает падежи в некотором роде хаотично. То есть языковые данные входящие, которые он получает из своего чувственного опыта, довольно разнообразны, довольно обширны и в многом непоследовательны. Там бывают ошибки, там бывает, что не хватает какой-нибудь падеж, очень редко используем, к примеру. Как его тогда усваивает ребенок, значит, есть что-то другое. Значит, вот этот аргумент нехватки стимула, нехватки входящей информации, бедности стимула, был основным в концепции Хомского. Но знаем его мы не за это. В первую очередь знаем и ценим Хомского мы как основатели генеративной грамматики, а его психолингвистические идеи в какой-то мере являются побочными по отношению к его основной теории. Но, тем не менее, Хомский является самым цитируемым ученым 20 века среди всех наук и является, наверное, самым известным лингвистом всех времен и народов, поэтому не упомянуть его было бы странно. Давайте дальше. Когда мы говорим о наследуемости языка, конечно же, вообще, когда мы говорим о наследуемости, в первую очередь мы говорим о генах. Поэтому было бы интересно узнать, существуют ли какие-то гены языка. И здесь я бы сказал, что ответа точно на этот вопрос нет, но некоторую подсказку сейчас мы с вами рассмотрим. В частности, была обнаружена такая семья пакистанского происхождения в Великобритании, KEE Family, аббревиатура по этическим причинам, у которых наблюдались большие проблемы с речью, с грамматикой, с построением предложений и прочим. При этом, что довольно интересно, интеллект наследуется независимо. То есть у многих из тех членов этой семьи, которые испытывали проблемы с речью, был сниженный интеллект, но была большая зона перекреста. То есть и те, кто не испытывал проблемы с речью, у них был высокий или низкий интеллект, и те, кто испытывал проблемы с речью, тоже различались по интеллекту между собой. Хотя их речевые нарушения, казалось, наследовались чисто по менделевскому типу. Тот морщинистый желтый горошек, который вы смотрели в учебниках биологии, вот ровно таким же образом устроено наследование проблем с речью у этой семьи. Давайте дальше. И исследовать... Ну, естественно, это вызвало огромный интерес. Исследовательница с приятным русскому уху имени фамилия Мирна Гопник исследовала эту семью и обнаружила, что у них есть проблемы, в первую очередь, с грамматикой. То есть они с трудом, например, различают слова «бол» и «белл», «мяч» и «колокол», но наоборот, хорошо различают эти слова, поскольку это отдельные слова, но когда они встречаются с точно таким же фонетическим развлечением в формах одного и того же слова, «упасть», «упал», они сразу же испытывают большие проблемы. Ну и в целом там есть у них проблемы с тем, чтобы различать грамматичные и неграмматичные предложения, вот как, например, вот это. И еще они с трудом проходили так называемый ВАГ-тест. Этот тест обычно используется в исследованиях с детьми. Детям показывают картинку какого-то вымышленного существа и говорят «это ВАГ». Потом показывают картинку, где их два, и говорят «теперь их два, двое», и ребенок должен сказать «ВАГОВ». Если он скажет «ВАГОВ», значит он понимает, что даже к вымышленным существам применяются те же правила грамматики, что и к обычным словам его родного языка. Вот. Такие люди, взрослые дядьки и тетики, с трудом проходят такой простой тест. С чем это связано? Давайте дальше. Ну и, конечно же, подключились на такую золотую живу молекулярные биологи и выяснили, что у них у всех есть мутация в гене Фокус-Пи-2, гене, который кодирует белок Фокус-Пи-2. Вот так вот выглядит, честно сказать, я не знаю, как называется это изображение, нормальный белок Фокус-Пи-2 и та структура белка, которая наблюдается у людей с мутацией в этом гене. Вы видите, что есть большая разница. Дальше. Собственно, при этом мы не можем сказать, что этот ген напрямую определяет грамматические способности и вообще назвать его геном языка. Почему? По двум причинам. Во-первых, этот же ген есть у других биологических организмов, в частности у птиц, кажется, есть у рептилий, которые при этом не говорят, насколько нам известно. Это с одной стороны. С другой стороны, такой сложный навык, как языковая способность и вообще способность к тому, чтобы порождать высказывание и воспринимать высказывание, навряд ли кодируется только одним геном. Очень много и уже признаков, которые мы исследовали, на данный момент мы знаем, что они наследуются полигенно. То есть существует много разных генов, которые участвуют в их формировании. И при этом всегда есть еще и влияние среды. Когда мы исследуем отдельные гены, мы также можем выявить их, так называемые, плеотропные эффекты, то есть эффекты, скажем так, в разных сферах. В частности, ген FOXP2 экспрессируется в кишечнике, но вряд ли он как-то связан с тем, чтобы говорить или порождать высказывание, когда он экспрессируется в кишечнике. Значит, у него какая-то другая функция. И исследованию его функции посвящено немало работ. По имеющимся данным, он участвует в формировании контактов между клетками синапсов, которые... эти контакты находятся, например, в речевых зонах мозга, в зоне брака верники, про которую вы узнаете, если я когда-нибудь буду рассказывать вам про нейролингвистику. Эти зоны, конечно же, участвуют в работе всего мозга. Работа всего мозга связана с поведением, а поведение связано с языком. То есть вы видите, что вот эта последовательность очень длинная, и поэтому нельзя сказать, что FOXP2 – это ген языка. Тем более, что уже сейчас есть другие гены, кандидаты на то, чтобы как-то влиять на языковую способность. И были разные интересные исследования про то, как ген FOXP2, например, человеческую версию гена FOXP2, вживляли мышам, и у них изменялась способность к обучению. Но это все дальше. Эксперименты с обезьянами, казалось бы, рушат представление Хомского, поскольку уже из имеющихся данных мы видим, что обезьяны способны к овладению хотя бы такому протоязыку, в частности, гориллу Коко. В левой части обучали модифицированному языку жестов, американскому языку жестов, амслену, и она научилась каким-то фразам, конструкциям, отдельным словам, могла сказать, что ей хочется, что ей не хочется. И такие эксперименты проводились не только вот с этой одной гориллой, было очень много разных приматов, разных биологических видов, орангутан, шимпанзе, шимпанзе-бонобо. И вообще очень много разных живых организмов пытались научить языку, но звучащему языку пока вроде бы никого не получилось научить, а языку жестов получилось обучить многих приматов. И еще языку лексиграмм, специальных таких абстрактных картиночек, куда обезьяна тыкает для того, чтобы указать на некоторый объект нынешнего разговора. Вот. И при этом интересно, что это специально намеренный жест. То есть здесь я не случайно в вторую часть свайда поместил такую интересную картинку, потому что есть, как и у людей, у приматов есть жест ненамеренный, вызванный каким-то эмоциональным состоянием, там, не знаю, возбуждением каким-то или биологической необходимостью, там, не знаю, ткнуть в сородича или заняться там выискиванием бог в шерсти. При этом языковые эксперименты с обезьянами позволяют нам, ну, с некоторой долей уверенности сказать, что это все-таки жесты намеренные, что обезьяны действительно понимают, что это некоторые абстрактные жесты, могут извлечь смысл и понимают, что эти жесты не относятся к настоящему моменту, а как-то вот апеллируют к чему-то вне контекста разговора. Вот. Есть, конечно, вы можете послушать лекцию Татьяны Владимировны Черниговской, она много про них рассказывает и, в частности, рассказывает про такой интересный эпизод, когда вот обезьяну-примата обученного языку жестов модифицируемого попросили распределить по двум группам картинки фотографии людей, фотографии его и его сородичей. Он поместил себя вместе с людьми, аргументируя тем, что он знает язык, а они грязные и вонючие животные. И вот их в отдельную категорию. Давайте дальше. Но это все чуть-чуть вот не сказал. Это все, конечно же, как сказать, надо подходить с большой аккуратностью к таким размышлениям и вообще к интерпретации таких данных, потому что все-таки есть риск, что на самом деле это просто такое очень-очень специализированное и продвинутое обучение у обезьян, как некоторому трюку такому языковому. И психолингвист Тракстер в учебнике введения психолингвистику пишет, что, возможно, эти обезьяны используют язык жестов в той же мере, в которой его используют студенты первого курса, когда, отвечая на экзамене, поддакивают экзаменатору. То есть это скорее какой-то такой полусознательный процесс, и полностью сказать, что у обезьян теперь есть язык, мы не можем. Надо с осторожностью относиться к таким данным. При этом уже сейчас, что мы можем сказать интересного еще на эту тему, я думаю, что некоторые из вас знакомы с понятием гипотез лингвистической относительности и с тем, как вообще связаны язык и мышление. По мнению вот этих вот авторов, в первую очередь, Бенджамина Ли Уорфа, Сипира он добавил для престижности, потому что Уорф сам химик, он не лингвист. Значит, эта теория, эта гипотеза подразумевает то, что язык определяет то, как мы видим окружающий мир, воспринимаем его, как мы мыслим об окружающем мире. В частности, это может выражаться в восприятии. Ну, я думаю, что многим известно, что в английском языке у нас есть только слово blue для описания голубого цвета, если мы хотим сказать, что объект синего цвета, мы должны дополнительно сказать, что это dark blue, а в русском языке есть два отдельных слова. И действительно, да, есть эксперимент, который подтверждает, что носители русского языка быстрее распознают разницу между синими и голубыми оттенками, и, скорее всего, это связано с тем, что их язык так влияет. Но я должен заметить, что там ограничений у этого исследования огромное множество. Это наблюдалось только если стимул предъявляется в левом визуальном поле. Я не знаю почему, но вот так получилось. Там этих ограничений огромное количество, и, скорее, это такой лабораторный эффект, который может возникнуть при совокупности, при стечении огромного множества удачных обстоятельств, но в реальной жизни не так сильно влияет на наше поведение. И таких эффектов можно найти довольно много. Хотя есть и очень сильные эффекты. Вот, в частности, исследовательница Асифа Мажит, надо было добавить слайд, она в Новой Зеландии, в океане, обнаружила племя Джахай, которые хорошо различают запахи. У них есть 20 слов непроизводных для описания запахов. Если мы будем описывать какой-то запах, мы, скорее всего, укажем на его источник. Это пахнет как клубника, это пахнет, не знаю, как банан, или какое-то оценочное осуждение. Выдвинем об этом запахе. Это вонючее что-то, это что-то там богоухающее. А вот у народности Джахай есть отдельное название, как у нас есть название цветов. Они определяют, например, бамбук для их емкостей специальных по запаху. То есть нам показывал Асиф Мажит видео, как жительницы этого племени, они срезают бамбук и нюхают его. И, соответственно, друг с другом переговариваются, тот ли этот запах бамбука. Для нас это кажется странным, но мы, скорее, в данной ситуации будем смотреть на какие-то визуальные характеристики, или уж там, не знаю, на звук ломающегося бамбука, но уж никак не на запах. А у них это хорошо получается. И в эксперименте, когда им приявлялись запахи, и нужно было назвать этот запах, если гаванцы называли в среднем запах за 14 секунд, и у них была очень низкая согласованность ответов между собой, то носители языка Джахай называли запах в среднем за 2 секунды, и у них было больше 90% согласованности в ответах. То есть 9 из 10 одно и то же слово использовали для одного и того же запаха. Вот, совпадение? Не думаю. Мне кажется, что это как-то связано с тем, как они воспринимают мир, и это такой интересный аргумент в пользу того, что некоторые считают, что запах вообще исчез как значимое для человека чувство, а сейчас мы им уже практически не пользуемся, всю информацию получаем через зрение. Оказывается, это может быть вызвано устройством нашей культуры, и есть народности, культуры, общества, в которых это устроено по-другому. Давайте дальше. При этом, понятное дело, социум накладывает большой отпечаток на нашу языковую способность и на то, как мы усваиваем язык, потому что, в принципе, язык явление социальным. Он не может формироваться в изоляции, и тому есть многочисленные подтверждения. Есть одно из самых, скажем так, недавних. Это история американской девочки Джинни, которая подвергалась большому абьюзу со стороны своего отца. Он запер ее в комнате, приковал цепями к кровати, и до примерно 12 лет ничего с ней не делал. То есть он только давал ей еду и все. Поэтому она никаким социальным навыкам и тем более языку не научилась. Когда социальные службы ее обнаружили, она уже начала вступать в период полового созревания. А есть такая гипотеза, что во время периода полового созревания кончается ваша способность овладеть первым языком. То есть если вы до, условно, 14 лет не овладели языком, про это сейчас мы скажем, то тогда вы уже никогда им не овладеете. Дальше. С ней занимались огромное количество людей, лингвистов, психологов. В частности, психолингвистка Сьюзен Кертис очень много с ней занималась и посвятила ей даже специальную книгу. Есть художественно-научный фильм, то есть основанный на реальных событиях, но, понятное дело, что с некоторыми развлекательными добавлениями. Про эту девочку, про то, как она стала таким объектом, не знаю, как золотом для горняков во время золотой лихорадки. Она между всеми, ее кидали друг между другом, пытались занять ее на время для экспериментов, а при этом про реальную девочку никто и не думал. Поэтому ничего удивительного, что примерно лет в 14 появилась ее мать, сказала, я ее забираю, и увезла в неизвестном направлении. Сейчас судьба девочки неизвестна. По некоторой информации, она находится в одном из домов престарелых, и вроде у нее все хорошо, но точно никто не знает. И что печально может быть для науки, не удалось также проверить, сможет ли Джинни усвоить язык. Она сделала некоторые шаги в этом направлении, то есть она освоила отдельные слова, какие-то простые грамматические конструкции, но, тем не менее, все равно в полной мере язык у нее не установился. А поскольку ее забрали во время процесса обучения, мы так и не сможем сказать, установилась ли полностью у нее языковая система или нет. Поэтому мы не сможем подтвердить или опровергнуть гипотезу Ленненберга о критическом периоде в усвоении языка, то есть о том периоде, после которого усвоение языка невозможно, если вы до этого периода язык не усвоили. Дальше. И здесь, конечно же, про мышление язык, возможно ли мышление без языка и язык без мышления. Про мышление без языка мы уже вроде бы поговорили, про семью, key family, у которых проблемы с грамматикой, но, тем не менее, с интеллектом все вроде бы относительно неплохо бывает. Можно также сказать и про язык без мышления, поскольку эксперимент исследования отечественного нашего психолога Льва Семеновича Выгодского, которого он называет вообще Моцартом от психологии, он рано умер, но очень много внес в психологическую науку. В частности, он экспериментально попытался доказать, что речь и мышление имеют различные генетические корни. Что это значит? Это значит, что в процессе индивидуального развития ребенка речь развивается в некотором роде отдельно от мышления, и поэтому мы можем наблюдать такие процессы, когда один из навыков опережает другой в развитии или, наоборот, развивается медленнее. Поэтому он постулировал такое понятие, как зона ближайшего развития, то есть некоторый уровень навыка, который в ближайшее время ребенок сможет освоить. И как этот процесс происходит, как происходит усвоение навыков, он полагал, что через так называемую интериоризацию или свертывание психических процессов. В частности, сначала, когда дети очень маленькие, они часто проговаривают свои действия. Водят машинку, говорят, я веду машинку, там, не знаю, машинка врезается в шкаф и прочее. Такие действия, поначалу ориентированные вовне, постепенно сворачиваются внутрь, и человек научается внутренней речи, интернализованной речи, которая уже в дальнейшем определяет всю его сознательную жизнь. Ну и мы, на самом деле, бывает, когда, не знаю, там, что-то надо срочно, быстро и сложно сделать, мы можем переключиться на внешнюю речь и проговаривать свои действия для того, чтобы проще это действие сделать. Давайте дальше. Как при этом ребенок учит язык? Если рассматривать, давайте попробуем рассмотреть что-то более конкретное. В частности, вот как происходит очень много процессов усвоения различных грамматических конструкций, происходит по такому общему механизму. А здесь конкретно про усвоение неправильных форм глаголов, вообще форм прошедшего времени глаголов в английском языке. Наверняка вы знаете, что в английском языке есть два основных типа форм прошедшего времени. Это правильные формы, которые образуются по общему алгоритму. Мы берем основу инфинитива, добавляем окончание «иди», и у нас получается форма прошедшего времени. Но какое-то количество слов не подчиняется такому алгоритму, у них есть особые неправильные формы прошедшего времени, и ребенок не сразу их усваивает. Постепенно, когда вообще ребенок только-только появился на свет и вступает в первое взаимодействие с родителями, ближайшими родственниками, опекунами, в этот момент обычно ребенок просто механически запоминает какие-то самые частотные формы. Там есть, пить, дать и прочее. Поэтому, кстати говоря, допустим, русские дети могут быстрее запомнить форму «дай», чем инфинитив «дать», поскольку с первой ситуацией они встречаются гораздо чаще. Затем, когда начинает формироваться грамматика, ребенок замечает, что все эти слова, у них есть что-то общее. В частности, есть некоторый общий алгоритм, добавляешь вот это окончание, получается форма прошедшего времени. Ребенок радуется и на радостях использует этот алгоритм ко всем лексическим единицам своего родного языка. Ну и происходит так называемая сверхгенерализация. Когда ребенок использует то правило, которое все-таки для некоторого узкого круга единиц, ну или ограниченного, по крайней мере, ребенок распространяет это правило на все единицы своего языка. И получаются формы типа «gold», которые на самом деле не являются грамматичными, но какое-то время ребенку это прощается. Затем происходит новый этап, уже более высокого уровня усвоения языковой системы. Ребенок понимает, что есть исключения, есть какие-то неправильные формы. И в его сознании, в его языковом сознании, в ментальном лексиконе происходит изоляция этих форм от всех остальных. Тогда ребенок усваивает два различных механизма. Механизм порождения правильных форм и заученный список неправильных форм. Вот таким способом обычно идет усвоение различных грамматических конструкций через сверхгенерализацию к изоляции двух сосуществующих механизмов или более. Дальше. И на этом я, наверное, закончу. Оставлю время для вопросов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ